Курский дом О том, что было раньше, и вспоминать не хочется. Жители признаются, порой даже не спасало отопление. Настолько были ветхие стены. Щели между кирпичами вымыло сантиметров до пяти. Соответственно, в квартирах и поддувало, и холодно было, и промерзали стены внутри. Наконец, за дом взялся фонд капитального ремонта. Здесь заменили все окна, поставили новые двери и отремонтировали фасад. Использовали декоративную штукатурку, которая в разы долговечнее краски. Покрываем декоративной камешковой штукатуркой, методом механизированного нанесения, которое является декоративным покрытием и защитным. То есть, стена не намокает, и за счет этого у нее теплопроводящие функции гораздо лучше. Дом будет теплее. В роли дизайнеров выступали сами жители. Они лично выбирали цветовую гамму стен. Результатом довольны. Написали благодарственное письмо на имя губернатора нашей области, Александра Николаевича Михайлова, на имя Александра Петровича Демина, первого заместителя. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов не зря функционирует, не зря уходят деньги жителей. То есть, это все действительно делается, действительно деньги уходят в нужное русло. Жители довольны. Мы собрали почти 100% подписи. На следующий год работы здесь продолжат. Сделают кровлю, систему водоснабжения, водоотведения и отопления. Плюс благоустроят дворовую территорию. Сегодня поставили на руководство региона задача синхронизировать работу фонда капитального ремонта, управляющих организаций и ремонт благоустройства территорий. Для того, чтобы люди в итоге, в конечном итоге получили уже полностью законченный объем работы. Всего в этом году предстоит капитально отремонтировать 256 многоквартирных домов. 178 будут готовы уже к 1 сентября.